I'm a world changer Давайте послушаем сегодняшнее послание доктора Крефла Доллара. Мы понимаем, что кровь Иисуса — это духовное оружие, которое мы можем использовать в эти последние дни. Когда мы узнаем, что сделала Его кровь, когда мы начинаем верить в это, применять и ожидать, тогда, леди и джентльмены, мы будем укреплены в нашей вере в кровь Иисуса. Когда вы будете каждый день применять кровь Иисуса в своей жизни, всемогущий Бог сделает так, что небеса будут быстро действовать на вашей стороне, потому что вы чтите Его через почитание крови Его Сына. Итак, нам необходимо развивать веру в кровь Иисуса. Мы знаем, что такое развивать веру в Слово Божье. Но тем не менее, в то же самое время, нам необходимо развивать веру в Слово Божье в аспекте учения о крови Агнца. А что такое вера в кровь Иисуса? Это знание о том, что совершила для вас Его кровь. Если вы не знаете о том, что она для вас сделала, у вас не может быть веры в нее. Почему? Потому что пока вы не узнаете данный аспект воли Божьей, вера не может действовать там, где неизвестна воля Божья. Так что сначала главное, вы должны знать волю Божью. Какова воля Божья относительно крови Иисуса? И затем вы высвобождаете свою веру. Вы берете то, что вы узнали о крови Иисуса, обращаете это знание в исповедание и используете его для того, чтобы поражать дьявола. Итак, мы говорим о кресте. Мы знаем, что Иисус был на этом кресте. И существует пять конкретных причин, почему была пролита Его кровь. Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что кровь Иисуса была пролита, это произошло для того, чтобы что-то приобрести для нас, и в то же время для того, чтобы от чего-то нас избавить. И первое. Кровь пролилась через раны на спине Иисуса. Кровь пролилась из Его спины. Мы были избавлены от болезней. Иисус заплатил цену через пролитие крови из спины. Он заплатил цену, чтобы мы избавились от болезней. И в то же самое время Он приобрел для нас исцеление. Так что вы ни одного дня своей жизни не будете больны, если вы свободите веру в то, что дала вам кровь Иисуса. Через Его кровь и Его ранами вы исцелились. Второй момент. Когда кровь Иисуса стала течь из Его тела, это когда Ему на голову возложили терновый венец. Шипы терновника олицетворяли проклятие. И когда кровь пролилась из головы Иисуса, она приобрела для нас благословение и в то же время избавление от проклятия. И также мы говорим о крови Иисуса, вытекшей из Его рук. Что это значило? Руки олицетворяют экономическую силу и дееспособность человека. Рука – символ экономической силы и дееспособности человека. Вы получаете деньги при помощи рук. Руками вы собираете урожай. Когда в руки Иисуса вбили 20-сантиметровые гвозди и пролилась кровь, эта кровь из Его рук приобрела для вас избавление и избавление вас от бедности. Итак, произошли два события. Кровь Христа приобрела для вас право жить в изобилии и в то же время избавила вас от бедности. Бедность – это нехватка. Это слово определяется как нехватка. И также оно подразумевает нужду, долг и дефицит. И также это означает бедность. До того, как в Эдемском саду человек не послушался Бога и согрешил, он жил в изобилии. Земля производила все в избытке. Все, чего бы вы хотели и в чем бы ни нуждались, было там в изобилии. Но когда человек не послушался Бога и сделал то, что Бог сказал ему не делать, то есть вкусил запретный плод, когда он сделал это, появилась нехватка. Прежнего изобилия уже не было. В результате грехопадения пришла бедность. И хотя бедность является результатом духовного падения человека, это отразилось и на физической сфере. Так что, если человек не послушался в духовной сфере, то бедность стала отражением его непослушания. Нехватка – отражение его непослушания. Нужда – отражение его непослушания. Я хочу, чтобы вы получили четкое понимание о том, что произошло в Эдемском саду. Смотрите, что произошло. Этот сад назывался Эдемом, и он был местом изобилия, раем, местом, где все было больше, чем достаточно, где все было больше, чем достаточно. Но как только человек согрешил, он от изобилия перешел к бедности, нужде и нехватке. Вот что произошло в Эдемском саду. Читайте это место снова и снова, и вы увидите, как Адаму пришлось жить, добывая хлеб в поте лица своего. Бедность стала результатом непослушания человека Богу и человеческого греха. Я хочу, чтобы в процессе нашего занятия вы записали вот что. Послушание эквивалентно изобилию, в то время как непослушание эквивалентно нехватке и бедности. Послушание эквивалентно изобилию, в то время как непослушание эквивалентно нехватке и бедности. Леди и джентльмены, я хочу, чтобы вы знали, то же самое верно и сегодня. Ваше послушание Богу приведет вас к жизни в избытке, а ваше непослушание Богу приведет вас к нехватке, непродуктивности и всему прочему. Может быть, некоторые из вас слушают и думают, а я считал, что нужда – это неотъемлемая часть жизни. Это не воля Божья для вас. Нет воли Божьей на то, чтобы вы жили в нужде, нехватке, недостаточности, дефиците, долгах или бедности. Но пока вы будете считать, что это нормально, и мириться с этим, тогда вы ничего не будете делать, чтобы от этого избавиться. Нет воли Божьей на то, чтобы вы жили в бедности. Скажите это вслух. Обратите внимание на то, что в книге пророка Исаии в 1 главе, 19 стихе, говорится, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать, что? Благо земли». Но также верно и обратно, если вы будете непослушны, то получите нужду. А теперь послушайте, я на самом деле хочу поговорить с вами сегодня об этом. Нет воли Божьей, чтобы вы жили в нужде и недостатке. От зарплаты до зарплаты это не воля Божья. Мы видим, какова была воля Божья в Эдеме до того, как человек не послушался Бога. Для того, чтобы от нужды и нехватки перейти к изобилию, вам нужно изменить свое мышление. Понимаете, каковы мысли в сердце человека? Что дальше? Таков и он. Вам нужно преображаться обновлением. Чего? Вашего ума. Так, чтобы в вашей жизни не будет никакого изобилия до тех пор, пока вы не откажетесь внутри себя от настроя и духа нехватки и бедности. Итак, вам необходимо кое-что понять. Бедность – это не воля Божья для вас. Вам необходимо изменить свое мышление и сказать, на это нет воли Божьей. Всякий раз, когда вы испытываете нехватку, вам нужно думать, это не воля Божья для меня. Но это нет воли Божьей для моей жизни. Но пока вы миритесь с бедностью, пока вы не достигли состояния сопротивления, бедность будет оставаться с вами все время, потому что ваше мышление стало нечувствительным. И вы думаете, «Ну что ж, пусть будет, как будет». Наверное, это наихудшие слова из тех, что вы могли бы использовать в этой ситуации. Вам необходимо понять, «Нет воли Божьей на бедность в моей жизни. Это не воля Божья для моей жизни. И я это не принимаю». Иногда все начинается с того, чтобы называть несуществующее, как существующее. Иногда это начинается с того, чтобы взять и сказать, что это не воля Божья для меня, жить в нехватке, что жить в нужде, не то, что Бог для меня запланировал, но воля Господа для моей жизни, изобилие. Вот с чего надо начать. Слово Божье — это семя, поэтому вам нужно начать с того, чтобы проговорить его вслух. И что происходит потом? Когда вы начинаете говорить эти слова, убедитесь, что вы обновляете свой разум. Так что нужно постоянно обновлять свой разум, постоянно говорить правильные слова, называть несуществующее, как существующее. И что будет происходить? Тем самым вы будете изменять себя изнутри. Так что потом это отразится и во внешнем, физическом мире. Обратите внимание на некоторые факторы об Адаме и Еве. Когда они не послушались Бога и согрешили против Него духовно, в их жизни пришла нехватка и бедность, потому что у них больше не было тех отношений с Богом, которые были у них раньше в Эдеме. И догадайтесь, что произошло. Отражение их греха, какое слово бы подобрать? Духовное последствие их греха было проявлено в физическом мире. Так что в зависимости от вашего духовного состояния, ваше духовное «я» проявится и в вашей физической жизни. Так что если вы не послушались Бога в духовной сфере и из-за этого пустили в свою жизнь бедность, тогда бедность — это результат вашего духовного непослушания, которое проявляется в вашей материальной жизни. Итак, бедность — это просто проявление того, что происходит в вашей духовной жизни. Нехватка — это проявление в вашей духовной жизни. Недостаток — это проявление в вашей духовной жизни. Покажите мне бедного человека, и я скажу вам, что происходит с его духом и почему он в таком положении. Скорее всего, вы не захотите этого слышать. Вы захотите, чтобы я оправдывал вас. Но вы такой снаружи из-за того, какой вы внутри. И до тех пор, пока вы не исправите то духовное, что с вами происходит, в своей физической жизни вы будете именно то, кем вы являетесь в духовной жизни. Именно так. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, призываю вас, вам нужно приложить усилия к исправлению вашей духовной жизни. И когда вы начнете решать духовную проблему и слушаться Бога, тогда это послушание гарантирует вам полноценную материальную жизнь. А непослушание приведет к бедности. Ваше непослушание проявится в физическом мире в виде бедности. Итак, первое, что вам необходимо сделать, это начать быть честными с самими собой и перестать придумывать всякое оправдание, перестать обвинять экономический кризис, перестать обвинять белых, перестать обвинять черных, перестать обвинять правительство и начать смотреть на то, что происходит внутри вас, и изменять это. Говорить Слово Божье, называть несуществующее как существующее. Вот с чего надо начать. Обновляйте свой ум, приобретайте мышление, которое соответствует воле Божией. Берите Слово и волю Божию, которую вы узнали, обратите их в свое исповедание и начните использовать это против дьявола. И когда вы обновите и измените свою внутреннюю жизнь, это проявится и в вашей внешней жизни. Вот что сказано об этом в Писании. «Прежде всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него что? Источники жизни». Понимаете, о чем я говорю? Это отражение. Храните свое сердце, потому что если ваше сердце будет непослушным Богу, тогда источник вашей жизни будет исходить из непослушной части вас. Исправьте эту сферу, и все остальное наладится. Вот что часто делаем мы. Мы стараемся изменить физическое, игнорируя духовное. И вот что тогда происходит. Причина вашего внешнего поражения находится внутри вас. А вы изо всех сил стараетесь исправить внешнее. Я и сам не раз так поступал. Когда я встречаю людей, у которых серьезные проблемы, то первое, о чем я задумываюсь, что они делают не так? В чем они непослушны Богу? В чем именно они проявляют свое непослушание? Что именно они прячут в темном уголке своей жизни? Какой у них скелет в шкафу? Что-то не так. Писание говорит, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Вместо того, чтобы бороться с этим утверждением, вот что вам следует сделать. Вам нужно сказать, хорошо, я проведу тщательное исследование своей жизни, я проведу суд над собой, исправлю, налажу и обновлю все, что нуждается в обновлении. И обратите внимание, я буду послушен Богу. Потому что непослушание Богу в любой сфере приведет к бедности. Итак, вопрос стоит вот как. В какой области своей жизни вы проявляете непослушание Богу? Может быть, Бог сказал вам кого-то простить, а вы сказали, я не могу их простить. Бог сказал вам кого-то любить, а вы сказали, не могу. И это непослушание притягивает бедность. Так в какой сфере жизни вы непослушны Богу? Возможно, кто-то скажет, но я покаялся за то, что сделал на прошлой неделе. Нет, не покаялись. Потому что истинное покаяние – это изменение ума, а вы ограничиваете покаяние только тем, что Бог простил вас. Да, Бог прощает вас. Но покаяние также значит сделать полный разворот и пойти в другом направлении. Вы должны исследовать свою жизнь на предмет непослушания. Что вам сказал сделать Бог? Что Бог сказал вам отдать? Куда Он сказал вам поехать? Что Он повелел вам сказать? Что это? Что это? Что именно? Потому что непослушание внутри ведет к бедности снаружи. Моя цель сегодня – показать вам, что изобилие и жизнь с избытком – это воля Божья для каждого послушного Богу христианина. Кто-то спросит, это верно для любого христианина? Нет, только для любого христианина, послушного Богу. Изобилие может быть у каждого, если будете послушны Богу. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. К сожалению, немногие христиане хотят и слушаться. Они хотят быть просто религиозными. А религиозность без послушания Богу приведет к бедности, нехватке, недостаточности, дефициту и долгам. Вы будете жить от зарплаты до зарплаты и при этом спрашивать, «Боже, в чем проблема?» Я не понимаю. Я молюсь, хожу в церковь, отдаю десятину. Да, но при этом вы так и не простили своего бывшего мужа. А Адам и Ева совершили в Эдеме только один поступок. Один грех. Одно непослушание, понимаете? А теперь прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 10 стих. Давайте прочитаем 10 стих вместе. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Хорошо. Вор – это кто? Верно, сатана. Сатана приходит, чтобы сделать что? Украсть. Убить. Когда вы видите разрушение, это не от Бога, верно? А от кого? Кража не от Бога, а от кого? Убийство не от Бога, а от кого? Хорошо. Обратите внимание на следующую часть. Тут говорится «Я пришел». Кто это «Я»? «Я пришел для того, чтобы имели что?» И имели как? Итак, кто из вас согласен, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни? Хорошо. Давайте я вас спрошу. На основании чего? Вы согласны, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни? На основании чего? На основании Слова Божьего. Это то, чем мы живем. Правильно? Скажите это вслух. Изобилие. И то, чтобы я жил в нем – это воля Божия для моей жизни. Кто из вас верит в это? Понимаете, все начинается именно с этого. Вам необходимо верить в то, что изобилие – это воля Божия для вашей жизни. Но если вы будете верить, что изобилие – это не воля Божия для вас, и если вы думаете, ну так ведь есть деревянные сосуды, есть сосуды из грязи, а есть золотые, «Думаю, что я, слава Богу, был определен быть сосудом из грязи». Избавьтесь от своего «я», состоящего из грязи, потому что лично я верю в то, что воля Божия для нас – жизнь в изобилии. И вот что я говорю. Чтобы не призвал нас сделать Бог, у нас должно быть больше, чем достаточно, чтобы сделать это. Мы должны иметь полное обеспечение для того, чтобы решать задачи в этой жизни. При этом я не сказал, что Бог сделает вас миллионером или миллиардером. Быть богатым не значит быть миллионером или миллиардером. Быть богатым значит иметь полное обеспечение для решения текущей задачи. Это значит быть полностью обеспеченным. И это воля Божья. Воля Божья для христиан, чтобы у них не было нехватки, но имелось полное обеспечение для решения их жизненных задач. Это звучит необычно, потому что мы привыкли к нехватке. Мы с ней выросли. В семьях многих из нас была нужда. Поэтому для нас иногда бывает трудно постичь, что воля Божья для нас, жизнь в полном обеспечении, все начинается здесь. Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Скажите это вслух. Я верю, что я полностью обеспечен для этой жизни. Но этого не будет происходить, пока вы не будете что делать? Потому что каковы мысли в сердце человека, таков и он. Таков и... И что будет, если вы будете думать, что полностью обеспечены для этой жизни? Однако, если вы будете открывать уста, говорить вещи наподобие, «У, всю жизнь прожил в нужде, у меня никогда не было того и этого», и тому подобное, тогда вы называете негативное несуществующее, как существующее. И это не по-библейски. Согласно Писанию, я прочту из расширенного перевода. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и наслаждались ею», сказал Иисус. Кто из вас знает, что нам следует наслаждаться жизнью? Некоторые люди хотят, чтобы вы осуждали себя за наслаждение жизнью. Аллилуйя! Но вам нужно наслаждаться ею. Понимаете? Теперь смотрите. Иисус говорит, что вам следует иметь жизнь в избытке и наслаждаться ею. Жизнь с избытком. Это жизнь во всей полноте, чтобы она переливалась через край. И Он говорит, что вам следует иметь жизнь и наслаждаться ею во всей полноте, чтобы что? Кто из вас верит в это? Я знаю, вы чувствуете себя так, будто я устроил новословлю. Кто из вас верит в то, что воля Божия для вас, чтобы вы жили в избытке, во всей полноте, чтобы этот избыток переливался через край? Библия говорит, что бедность бедняка — гибель, для него. Зачем Богу давать вам бедность, если Библия говорит, что бедность предназначена для того, чтобы погубить вас? Мы только что прочли в Писании, что сатана приходит для того, чтобы убить, украсть и... что сделать? Погубить. Значит, раз Библия говорит, что бедность губит, и сатана губит, значит, бедность — это порождение сатаны. Нам нужно дать четкое определение слову «бедность», потому что, когда, например, я произношу слово «бедность», я представляю себе людей без денег. Но я не хочу, чтобы вы представляли себе бедность таким образом. Я хочу, чтобы вы понимали, бедные люди — это люди, которые живут в постоянной нехватке, недостаточности, дефиците, в долгах. Вот какова бедность, и она погубит вас. Долги погубят вас. Нехватка и недостаток погубят вас. Непродуктивность погубит вас. Бедность будет вредить вашей психике и вызывать постоянный стресс, который приведет к болезням. Бедность погубит вас, потому что вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, как запланировал Бог, вы будете страдать и бороться за выживание. И это из-за того, что вы непослушны Богу. Необходимо избавить вас от психологии бедности. Я поражаюсь количеству проповедников и церквей, которые даже не касаются этой темы, потому что боятся, а люди в это время страдают. Бог готов излить новое вино, но нам необходимо приготовить новые мехи, потому что новое вино не вливают в ветхие мехи. И я хочу приготовить вас к излиянию Духа Святого. Я стараюсь объяснить вам, что для того, чтобы принять то, что хочет вам дать Бог, вы должны изменить свое мышление. Не все примут это, потому что не все поверят. Сколько здесь верующих? Да, аминь. Я хочу, чтобы, когда люди спросят вас, ты ходишь в ту богатую церковь, вы отвечали, «О, да!» «Да!» И говорили им, «Воля Божия для меня иметь полное обеспечение в жизни. Такова воля Божия». Я хочу, чтобы настало время, когда вы придете в церковь, были бы полностью счастливы, наслаждаясь Иисусом и наслаждаясь жизнью, и в ней больше не было бы долгов, нехватки и нет недостатка. И у вас было бы больше, чем достаточно, для того, чтобы исполнить то, к чему вас призвал Бог. И все доскажут «Аминь». Итак, самое главное – это послушание Богу вместо непослушания. И я покажу вам, как и где Бог хочет от нас послушания, и в какой сфере, если мы примем решение не послушаться Ему, нехватка и недостаток будет оставаться в нашей жизни постоянно, откройте 2-е послание к Коринфянам 9-ю главу с 8-го по 11-й стих. Все со мной? Я должен продолжать придерживаться Библии, потому что вот что я услышал в своем духе. Они должны понять это сейчас. У меня нет времени на серию продолжительностью в один год. Вам нужно понять это сейчас. Я уже показал вам, какие шаги необходимо предпринять. Выйди отсюда, начните провозглашать. «Воля Божия для меня – жизнь в изобилии, а не в нужде». Каждый раз, когда вы увидите счетка плати, говорите, «Воля Божия для меня – жить в изобилии, а не в нужде». У меня есть больше, чем достаточно, чтобы оплатить любой счет, который мне приходит. Что бы там ни было, не позволяйте, чтобы ваш язык противоречил вашей вере. Прочтите с 8 стиха. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим». Правда его пребывает в век, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы, всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вернемся к 8 стиху. До того, как сделать это утверждение, я прочту из расширенного перевода. «Бог способен». Воскликните, «Бог способен». Вы полагаетесь на свои возможности, но я вам говорю, что Бог способен. О, Господь способен. Бог способен сделать так, что всякая благодать, всякое благословение, всякое благоволение и земное благословение, всякое благоволение и земное благословение, Бог способен сделать так, что всякое благоволение и земное благословение придут к вам. Как? В изобилии. Он способен сделать так, что всякое благоволение и земное благословение придут к вам как в изобилии. Кто из вас верит в то, что воля Божия для вас – жизнь в избытке, чтобы вы всегда, не иногда, во всех обстоятельствах, не в некоторых обстоятельствах, а во всех, и какой бы ни была нужда, он сделает так, что у вас будет достаточно, и вам не понадобится никакая помощь и поддержка, в том числе социальная. Кто из вас верит в то, что Бог способен это сделать? Дело тут не в вашей работе, не в вашем образовании, и вообще не в вас. Бог сказал, «Если будете верить мне, я способен это сделать. Если вы доверитесь мне, я силен это сделать. Я могу сделать так, что всякая благодать и благоволение придут к вам. Так что вы всегда, во всех обстоятельствах, какой бы ни была нужда, будете самодостаточны. У вас будет столько, что вам будет не нужна никакая поддержка, в том числе и социальная. Чтобы вы были богаты на что? Всякое доброе дело. И что? Благотворительное пожертвование. И вот важный момент. Для изобилия должна быть цель. Божья воля не в том, чтобы вы просто жили в изобилии и без всякой цели. Дело в том, что если вы не понимаете цели для чего-то, тогда злоупотребление становится неизбежным. Какова же Божья цель для изобилия? Писание говорит, благотворительное пожертвование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова